Хочу поделиться отличным рецептом приготовления фаршированной утки в духовке с апельсинами и яблоками. Утка получается невероятно вкусной, сочной, ароматной. Это по-настоящему праздничный рецепт. Утка по этому рецепту получается просто превосходной. Удивительных оттенков вкуса и аромата придает ей сочетание апельсина с чесноком. На первый взгляд, они абсолютно несочетаемы, но в маринаде они прекрасно подружились. Мне кажется, что с таким маринадом нельзя использовать большое количество специй, которые будут перебивать этот волшебный вкус и аромат. Поэтому я использую из специй только свежемолотый душистый перец. Утка – одна штука, 2,5 килограмма. Яблоки – три штуки. Апельсины – две штуки. Картофель – три-пять штук. Мед – один столовая ложка. Чеснок – три зубчика. Соль – по вкусу. Перец душистый молотый, по вкусу. Количество порций – пять-шесть. Подготовьте все необходимые ингредиенты. У меня утка домашняя. Ее необходимо промыть снаружи и внутри, удалить возможные перышки. В местах наибольшего скопления жира нужно иголкой проколоть кожу, чтобы жир в процессе приготовления вытекал. Также нужно обрезать крайние фаланги крыльев. С одного апельсина снимите цедру и натрите на мелкой терке. Выдавите сок. Смешайте цедру с соком апельсина, добавьте пропущенный через пресс чеснок, мед, соль и перец. Получившимся маринадом натрите утку снаружи и внутри. Оставьте минимум на два часа. Если есть возможность, оставьте утку мариноваться на всю ночь в холодильнике. Будет очень вкусно. Порежьте среднего размера кусками апельсин и яблоки. Кожуру я не снимаю, но можно и снять, это по желанию. С поверхности утки с помощью бумажного полотенца стряхните кусочки чеснока и цедры, поскольку в процессе запекания они подгорят. Брюхо утки нафаршируйте фруктами, можно немного посолить внутри и снаружи. Переложите утку в форму для запекания или глубокий противень, накройте фольгой и отправьте в духовку на один час. Затем выньте утку из духовки, слейте примерно половину жира, потому что его выделяется уж очень много. Вокруг утки разложите порезанный небольшими кусочками картофель. Отправьте утку назад в духовку, температура 180 градусов, еще на 40-60 минут, фольгой уже можно не накрывать. Обратите внимание, разные утки будут готовиться разное время, все зависит от веса утки, а также от того, домашняя она или магазинная. Утка готова. Она получилась очень сочной, нежной, мясо легко отделяется от кости. Подавайте утку с картофелем, апельсином и яблоками, с которыми она готовилась. А также можно украсить ломтиками свежего апельсина.